Израильский Минздрав опубликовал отчет о негативном воздействии химической промышленности на здоровье людей. Это спровоцировало настоящую войну между населением курортного города Хайфы и предприятиями. Об экологических проблемах северной столицы зеленые активисты говорили на протяжении 10 лет. И, наконец, на это обратили внимание местные власти. В Хайфе побывала наша съемочная группа. Хайфы известны своими бахайскими садами и красивыми пляжами. Однако в Израиле у этого курортного города совершенно другая репутация. Юрий Коган – местный блогер. Вот уже более 10 лет пишет о том, что экологическая ситуация здесь близка к критической. Рядом с нами находится порт, рядом с нами находится завод по хранению продуктов, переработки нефтепродуктов. И очевидно, что иногда какие-то протечки происходят, потому что летом бывают дни, когда в воде плавают маслянистые шарики такие. И на песке можно увидеть нефтяные пятна. Очевидно, что последствия многолетнего функционирования завода по переработке нефтепродуктов, оно дает о себе знать. И сейчас мы наблюдаем статистику роста среди жителей крает по заболеваемости, онкологическими заболеваниями и другими болезнями. Власти Хайфы долго не замечали проблему. Однако цифры, приведенные в докладе Минздрава, заставили обратить на себя внимание. Они говорят о существовании в Хайфе прямой связи между повышенной онкологической заболеваемостью и загрязнением воздуха. Заболеваемость онкологическими болезнями среди детей в возрасте до 14 лет в районе Хайфы в два раза выше, чем в среднем по стране. И мы не можем не обращать внимания на это. Мы пришли к соглашению с местной властью, но с правительством вопрос остается открытым. Активисты Greenpeace предлагают перенести производство в Северную Африку, избавив тем самым Хайфу не только от загрязнений, но и да, возможность развивать туризм. Битва за чистый воздух Хайфы, похоже, продлится еще долго. И даже если местной мэрии удалось выиграть первое сражение, они перекрыли дороги к заводам и отозвали у них лицензии, то для правительства это стратегически важные предприятия. Поэтому так легко они не сдадутся. Мэрия Хайфы направила письмо в правительство с просьбой закрыть сразу четыре предприятия. Одно из них – крупнейший на Ближнем Востоке нефтеперерабатывающий завод «Ташан». Но из-за того, что правительство до сих пор не сформировано, им просто некому ответить. И пока остается неизвестным, сколько еще жители Хайфы будут рисковать своим здоровьем. Динара Виктурова, Сергей Ослендер, Израиль. Динара Виктурова, Сергей Ослендер, Израиль.